А в Соединенных Штатах бюджетные баталии. В Конгрессе США проголосовали за главный финансовый документ страны. Какой он бюджет Трампа, что предполагает и почему инициативы нового президента опять пытаются блокировать через суд? Дмитрий Анопченко знает все детали. Для Соединенных Штатов это очень большое событие. Уже завтра истекает срок действия временного бюджета страны. И не будь согласия среди конгрессменов, Америке грозил бы шатдаун, полная остановка работы правительства и всех госорганизаций. Споров по-прежнему много, но решение найдено. Палата представителей проголосовала за главную смету, которая будет действовать до конца финансового года. Осталось только через Сенат ее провести, да отдать на подпись Трампу. Мы стараемся продемонстрировать людям, что Вашингтон пытается быть другим, что мы хотим изменить что-то в этой стране. Расходы бюджета более триллиона долларов. Голоса «за» отдали и демократы, и республиканцы. И чтобы не ссорить их, строку на финансирование стены Трампа решили не включать. Ее попытаются вписать уже в бюджет 2018 года. Рекордную сумму дали армии. Президент лично настоял. Огромные инвестиции в защиту национальных интересов Америки – мое ключевое обещание. Выделение средств на борьбу с влиянием Москвы на выборы предусмотрели. И даже проголосовали за создание специального комитета по противодействию скрытому влиянию России. И если инициативы конгрессменов в Штатах сопротивления не вызывают, то все, что подписывает Трамп, по-прежнему воспринимают в штыки. И блокируют. Самым простым способом – подают в суд. Иммиграционные указы до сих пор заморожены. А теперь экологи судятся и по поводу другого решения президента – отмены запрета на бурение на континентальном шельфе. 7 миллионов квадратных километров территории, до 100 миллионов баррелей нефти, огромные запасы газа – Обама работы там заморозил. Трамп в минувшую пятницу снял табу. Это и тысячи рабочих мест могло бы дать, и цены на черное золото по всему миру существенно снизить. Но теперь администрацию ждут очередные слушания, на которых ее представителям придется отстаивать свое право на перемены в Америке. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.